Добрый вечер, Виктор. Здрасте. Меня зовут Евгений Додлифт. Ее зовут Ксюша. Мы кому-нибудь отдадим ее под Дробышем. Мы, скажем, с Дробышем она общалась. Ксюша Дробыш. Ксюша Дробыш. Кстати, у нас есть такая традиция, у нас иногда гости называют как-нибудь... Пусть хоть одна кошка будет Дробышем. Да, вот кошка Дробыш, это класс. Кошка Дробыша. Я, на самом деле, к животным имею отношение такое вот дистанционное. Почему? У меня такое непонятное отношение с аллергией. То есть по медицинским показаниям? Ну да, то есть если бы я был уверен, что я могу, я бы и себе взял. Но вот пока я вот готов отдать ей свое имя. И пускай она с миром найдет где-нибудь себе приют в каком-нибудь маленьком домике на Рублевке. Обязательно на Рублевке? Ладно, хорошо. Пускай, чтобы она ела. Мы будем фильтровать тогда. Только будем спрашивать с Рублевки. Отдайте хорошие руки. Да. Хорошие руки только на Рублевке, получается? На Новую Ригу. Тоже неплохое, да, направление. У нас хорошие руки, хорошие ноги, хорошие тушки и лица в шоу-бизнесе есть? Ну, все по отдельности. Да, вот у нас что-нибудь из, вот скажем так, с начала века, вот за 13 лет, что лучшего появилось в российском шоу-бизнесе? Вот с точки зрения метро Дробыша. Ну, я вам скажу самую скромную вещь. Появился Дробыша. Это по определению, да. Все проекты тоже туда попадают. Мы про тенденции даже говорим. Я считаю, что если взять, например, первое десятилетие, то одно из самых ярких событий было, мне кажется, возвращение Валерии. Ну, с часиками и совсем в 2003 год. Ее триумфальное возвращение. К концу десятилетия падения, легкое. Вот это я сразу здесь перебью. Это продюсерский проект вот возвращения? То есть это Пригожин или это воля самой певицы, как вот по ощущениям? Нет, я считаю, что там не могло сложиться вот так вот по чьей-то воле там какого-то продюсера. Лера вернулась назад, она вернулась из деревни, из ссылки. Знаете, у нее было такое желание доказать своему бывшему мужу, что она может сама. Она знала, что она хотела. Рядом с ней сидел адвокат, тоже женщина. То есть к ней нельзя было подойти, то есть ее больше уже обмануть было нельзя. Поэтому она пришла, села, сказала, мне нужна песня, а лучше, чтобы был целый альбом. И вот кто мне это напишет, с тем я и буду работать. А хотели все. Поэтому Пригожин меня сразу, как в мультике, раз. И я сразу была любовь, была часики и все. И так она поэтому выбрала нас, а не кого-то другого. И вот это был такой совместный труд. Это был действительно одной из самых лучших творческих моментов в моей жизни. Потом было приятно очень работать с Лепсом. Кстати, я считаю, что Лепс появился тоже в это тысячелетие. Потому что он был. Была Елена Ваенга. Они были, но они не были так, как они стали. Но при этом ведь сборы-то были нормальные. Они ведь выступали, то есть отчесали, как это называется, достаточно успешно. Нет? Я бы не сказал. Нет. Нет. Я думаю, что это больше все было так, по друзьям, по ресторанам, по заказникам. А действительно сборы стали в эти годы. Стас Михайлов тогда, наверное, тоже сюда попадает. Стасик, который в 90-е годы, да, он бедствовал, скажем так. Мой отец, мой брат родной, он звукорежиссер. Он очень хороший звукорежиссер. Он в Ваенге работает. В то время он работал со Стасом Михайловым. Как зовут этого режиссера? Саша Дробки. И он говорит, отец звонит, говорит, я был на концерте Стаса Михайлова. Я говорю, а это кто? Он говорит, такой хороший парень. Ты знаешь, правда, человек было человек 50. Ну вот, говорит, мы так вокруг пульта сели, Сашка, смотрели где-то под Питером. Видите, как ситуация меняется. Все изменилось. Что мы можем отнести к этому тысячелетию? Ну, мне кажется, полное убийство рока? Убийство или... Российского какого-то? Ну, почему? Он же, он организирует, но, по-моему, еще жив. Все-таки. Вот будет в апреле, будет, я непосредственно от Андрея Вадимовича Макаревича узнал, 50 лет машины для меня. Они будут выступать, выпускают все пластинки. Дай бог, и сто лет. И, мне кажется, и Ди Перпл заезжает уже, правда, без Джона Лорда. Нет, ну, как-то они же выступают по-прежнему. Я имею в виду индустрию, рок-индустрию. Я, например, утром всегда слушаю рок-радио. У меня есть такое ощущение, что еще человек 10 его слушает, и все. К сожалению. Но это ведь глобальная тенденция, не только в России. Рок-музыка перестала быть мейнстримом. Набирайте ACDC в Ютьюбе, и у вас одно из первых покажет 20-12 концерт, и вы увидите, как пожилые дядьки, типа, меня несут детей на шее, в футболках ACDC и полный футбольный стадион 100 тысяч. И мне кажется, я немножко знаю, как они продают свои концерты через компанию. Если они хотят заехать в Европу, то предложение выставляет фактически каждый город, который имеет футбольный стадион, они выбирают. Мы поедем туда, туда или туда. То есть они решают, где они соберут вот этот свой аншлаг. То есть до сих пор, мне кажется, больше, чем рокеров, все равно никто не собирает. Но кто ходит туда? Это лояльные поклонники или они рекрутируют молодежь? Знаете, мне кажется, все. Потому что, вот, например, на рок, если взять Muse или 30 Seconds to Mars, или взять любую группу, там и парни типа меня, и дети. То есть там можно увидеть и отцов, и детей. Потому что, если мы говорим о Джастине Бибере, то это, я даже не знаю, до 16, наверное, да, и девочки. То есть это где-то вот там. Если... Меня очень, кстати, разочаровала Леди Гага. Вы были на концерте в Москве? Нет, не было. Она все пыталась за наши права. I will fight for your right. I will fight for... Она говорила, пускай меня наденут наручники, а ей никто не собирался надевать наручники. И она так меня разочаровала. Мне кажется, что ей бы надо было попеть просто, да? Она так в политику нырнула. Может, выполняла заказ какой-нибудь. Я думаю, что на самом деле... Она все хотела, чтобы ее скрутили, и она вот где-то посидела в каком-нибудь КПЗ, чтобы потом год это можно было мусолить. Но ее никто не скрутил, и на этом все закончилось. Ну, у нее какой-то ведь рекордный, а наш рекордсмен по количеству тех же просмотров на Ютьюбе. Ее, в общем-то, молодежь знает. И не только как певицу, но и как вот такого персонажа, который что-то из себя... Поэтому, в отличие от Мадонны, от Майкла Джексона и других людей, которые что-то взрывали, музыкальная составляющая в этом проекте гораздо меньше занимает место, чем составляет. Чем шоу. Да. То есть, все-таки, если мы берем, например, рассматриваем Мадонну при всех ее завихрениях, и при том, что она не совсем там хорошо поет объективно, часто использует старушку-фонограмму, но она все равно музыкант, и ты чувствуешь, что все равно основное – это музыка. Майкл Джексон – это почти все, музыка плюс шоу. Я считаю, это вообще самый великий проект. Майкл Джексон? Да. Столетие вообще. То есть, он больше, чем Стоунс и больше, чем Битлз? Стоунс и Битлз – это группы. Это группы, которые вот сели вот как землянки. Ну, они сделали революцию. Да, и сделали революцию. А я имею в виду проект. Мы же сейчас, когда о Леди Гаге, мы заговорили о том, как сотрудничает там… Мне кажется, когда касаемо Майкла Джексона, человек сто работал, не меньше, понимаете, да? То есть, голов. В одних студиях делались барабаны, в других рассматривались, как там партии, стринги, оркестры. То есть, хоры. Действительно, очень много людей. Вся Америка занималась альбомом Майкла Джекса. А у нас так не кем вы занимаются? У нас. Да, у нас, да. Нет, у нас такого большого, объемного шоу-бизнеса нет, но его нет уже и там. Вот, вы сейчас противоречите, мне кажется. Уже, я считаю, Майкл Джексон, это был последний всплеск, когда это было вот так вот глобально, очень требовательно, музыкально. Леди Гага, я не говорю, это уже больше, это уже скорее это какие-то штучки, вот такие, как у вас, видите, стоят, просто больше набрали, а половину этих штучек одели ей на голову и получилось где-то... Вы считаете, что это недолгоиграющая история, что через год-два... Нет, 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 конечно, недолгоиграющая. Я вот помню... Появится другая какая-то леди. Вот в одном из ваших интервью вы говорили, что сейчас вот нет таких долгоиграющих историй, как вот, ну, как перечисленные там, Роллинг Стоунс, Мадонна, что сейчас появляются люди... А нет ничего, нет ничего долгоиграющего, все, прошли времена, прошли времена всего. Почему? У нас как-то темп сменился. Ну, помните, вы же где-то мы приблизительно похожи одного возраста, вы помните, были разговоры, когда там купил джинсы, а их постирал, а они стояли, помните, вот эти были, когда джинсы, они стояли после стирки, и их можно было носить год, на второй год они начали тереться потихоньку, на третий год они стали немножко шелушиться там. Да, и это не было модно ни разу, да. Это, ну, так. Ну, да, с дырками, нет. Да, машина Мерседес, когда говорили, да ей 20 лет, ей 30 лет, и, в принципе, она без ремонта, и тогда этим гордились, что по 10 лет можно было масло заливать. Сейчас новый Мерседес может сломаться по дороге, как любая другая машина, по дороге из автосалона. Это... И происходит смена всего, посмотрите, смена моделей, смена... Так может, это специально делается для того, чтобы разогнать потребление? Конечно, конечно, все в такой носит уже какой-то, я не знаю, презервативный характер. Ну да, вот эти айфоны просто... Сделали, получили, до свидания. Айфон не успел купить четвертый, он уже пятый. Не успел пятый, они уже зелененькие, пятый S, хочешь, бери, не хочешь, лох, ты уже все отстал. Да, да. И мы вот все за этим бежим, и то же самое происходит в музыке. Никто не хочет уже воспринимать... Да, осталось все то. Вот те, кто смогли остаться иконами, как Битлз, как, ну, скажем, Маккартни, все производные, как Рокеры, как Кобзон, как Аллегрова, как... Долину не буду называть, считаю, что это не совсем правильный персонаж. У вас, да, с ней как-то, да. Да, я считаю, что есть какие-то великие, как Алла Борисовна Пугачева, например, да. То есть, чего бы она не выкручивала, все равно она осталась Пугачевой. Ну, вот странно, вот с Пугачевой, объясните мне такую вещь. Не хочу трогать этот вопрос. Нет, вот, не сколько по самому Пугачеву, сколько вот они же одновременно с Ротару, да, вот, ну, подымались, стали известны. Ротару не пиарится совсем, выступает по всей стране. Пугачева ничего не пишет и, в общем-то, выступает очень мало, но она все время на слуху. Это же разные вещи, это же не имеет уже отношения к музыке. То есть, она персонаж, естественно, там есть феномен такой вот, ну, персонажа. Я не говорю, что это плохо, но это не музыка. Это тоже шоу-бизнес, но не музыка. Так, может быть, сейчас вообще нету музыки, может, сейчас вообще время такое не будет. Мне вообще кажется, выйдя замуж за Киркорова, она встала на путь, она ушла с музыкального и встала на путь Леди Гаги своего рода. Ну да, то есть, вот. Это, кстати, хорошая мысль. Отлично, да. В принципе, это так и пошло, потому что... После этого эфира тебе тяжело будет складываться ваша судьба в отрасли. Я вам хочу сказать, что Пугачева для меня, это человек, который для меня, он в пластинках, он в песнях. Я сейчас могу сказать, там, 75-й год, там, 6-й, могу путать, но это Орликина, потом это, потом это, потом 80-е годы, Николаевский период, Тайсберг, потом Чернавский, Белая дверь, потом, там, где-то Кузьмин, вот эти вот периоды. Каждый период ее жизни, каждый период он приходил к нам с песнями, с песнями, которые остаются в памяти, наверное, до конца нашей жизни. Мы их не забудем. Вы не забудете Паромщика, Айсберга. Может измениться ваше отношение к этим песням, но вы их уже не забудете. А потом вот в этот период, когда произошла вот эта случка, мне кажется, закончился период вот жизни, который дает нам песни, которые мы на всю жизнь. Все, больше нет. Ну, вы ведь при этом... Зови меня с собой. Да. Все. Я понимаю, да. Вот при этом, давайте мы к Дробышу, да, вернемся. Про всех мы поговорили, про Мик Джаггера. Но она дала мне жизнь. Пугачева. Да. Каким образом? Я лох, вообще никому не нужный. Так. Написал кучку песен. Так. И подумал, вот что мне делать. Я могу приехать в Россию, и я знал, что у меня есть песни, которые могут сделать многих знаменитыми. Но я не хотел размениваться и попадать туда-сюда. Потом где-то во Франции на Миднеме директор Ворнера сказал мне, что есть такая женщина, она, говорит, какая-то такая популярная, что, говорит, популярнее, чем президент в России. Я говорю, это Пугачева. Он говорит, так а я вот с ней контракт там с ними заключаю, интернет какой-то, контракт первый. Вот приезжаю, отдай ей все. Я поехал, она меня встретила, взяла все песни. Ну, бог с ним, что очень за бесценок, в принципе, мне надо было вообще ей все это подарить. И тем самым дала мне, как будто такой пендаль, и я полетел. А вы сказали, вот я понимал, что там вот эти песни станут популярными. То есть вы над песнями работаете как, условно говоря, как Градский, как ремесленник, то есть вы вот что-то сочиняете, или это у вас озарение? А вы можете спеть песни Градского? Ну, какие-то у него же есть. Ну, например. Нет, я спеть вообще ничего не могу. Нет, а напеть, насвистеть? Нет, я даже насвистеть не могу. Первый тайм мы уже отыграли? Ну, это песня Пахмутова. Согласен. А дальше? Что дальше? Напойте. Как молоды мы были, там, бла-бла-бла. А дальше? Ну, нет. И все, и не споете. Почему? А надо сейчас взять, вот сколько здесь в съемочной бригаде человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, 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 восемь. 54, так на вскрыти. Ну, давайте скажем, если они споют 10 песен Градского, я разденусь до гола. К чему это вот сейчас вот мы на Александра Борисовича так наехали? Я не наехал. Я просто сказал, что когда это рутинное занятие, когда это работа, то мне кажется, из этого особо ничего такого не получается. Ну, у него есть синий лес, на минуточку. Афекалон? Нет, ну не может быть, чтобы... У него есть, на самом деле, хиты, я считаю, что он недооценен. Вам осталось 9, и я уже... Синий лес. Нет, просто вот я пытаюсь понять, какого рода вы творец. Мне кажется... На вас не сходит, то есть вот вы как поэт, в которого... Или у вас есть какой-то алгоритм, вы понимаете, что здесь надо сделать так, припепчик должен быть такой. То есть вот вы сочиняете или вы рожаете? Я, кстати, не считаю, что... Я как на рыбалке, я вообще восхищаюсь. Я как на рыбалке сижу, жду, когда клюнет. А вот я смотрел передачу про Зацепина, кажется. Величайший человек. И он давал интервью. Он говорит, я просыпаюсь, сажусь за рояль, и у меня есть работы там. Кино такое, такое, фильм этот, музыка... И я, говорит, там с 8 до 12 работаю. И я так работаю, 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 поработал, все. У меня обед, потом дальше какая-то пошла жизнь. И я подумал, вот это человек, вот это череп вообще. Человек берет, садится с 8 до 12, и у него где-то... Подвиг. И он действительно создает подвиг. Я хожу, как правда, как на рыбалке. Я хожу и жду, 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 жду. Потом бам, и у меня начинает вертеться там, например, там... Я тебе не верю, ты сон вчерашний, который мне там пророзит. Я начинаю вот это вместе. Или там, например, у меня есть... Но ведь она не твоя, там Лев спел с Пехой. Или, например, у меня была ситуация, у меня была дочка в больнице. И я сижу один, и вот первый раз я оказался без жены, и они были в больнице. Я сидел-сидел в офисе, и у меня такое состояние было. Я такой, одиночество сволочь. И думаю, надо же, странно как-то сложилось. Я взял, записал в этом, в ежедневнике, одиночество сволочь. Потом искал телефон чей-то, взял старый ежедневник того года. Начал так отматывать, 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 смотрю, опа, одиночество сволочь. И я думаю, одиночество, скука. Вернул с пианино, я не чувствую сердце. Потом думаю, ее надо, чтобы спела слава. Но чтобы текст на куплеты написала слава. Именно по бабье. Вот так, как я никогда не смогу, потому что это будет нечестно. То есть я быстренько... То есть вот она родилась за ровно столько, сколько она звучала. Нельзя просчитать, к сожалению. Мне кажется, более профессиональные люди, которыми я восхищаюсь, это те люди, которые садятся... А можно огласить какой-нибудь, если не весь список, то шорт-лист людей, которыми Дробыш восхищается? Самый выдающийся композитор, я считаю, это Маккартни. Группа Квинн, это моя самая любимая группа. Как исполнители или как сочинители? Как все. Сочинители и исполнители. А из российских людей... Но они же вместе никогда не сочиняли. Там Роджер Тейлор писал отдельно, Мэй отдельно, Фредди Меркури. А на самом деле, я вам скажу, мы даже толком и не знаем, как дело было. Я думаю, самые лучшие песни написал Фредди Меркури. Я тоже. Но мне кажется, они нам правду не раскроют. Знаете, как Битлз, они решили в свое время писать Фредди Маккартни. Да. И где... Хотя по музыке ты можешь понять, где-то... Вот я люблю Маккартни. Я не люблю Леннона. Я не то, что не люблю, я не его фанат. Но вот я очень люблю Маккартни как мелодиста. И где-то я понимаю, это песня Маккартниевская, это так... Но это скорее мы догадываемся уже все. А из российских, я считаю, великий человек Юрий Антонов вообще для меня... Я вообще не понимаю, чего же он все-таки поел в те годы, в 70-е. Ведь какие люди его окружали. Ведь тексты не он писал в основном. Игорь Кахановский. Такие люди, которые, в принципе, никогда больше ни с кем другим не отличались. Кахановский с Матецким работал очень много. Знаю. Но я имею в виду вот великие песни. У нас несколько минут осталось, и я не поговорил о том, о чем хотел поговорить с самого начала. И вы мне повод дали, упомянув вот эпизод, когда дочь попала в больницу. И вы там работали над песней. Расскажите вообще про детишек своих. Я всегда спрашиваю про детей. Кем они будут с точки зрения родителя? Есть ли у них голос, слух? Прямо вот по всему списку из всех. Вы знаете, мне хочется, чтобы они все были люди талантливые, музыкальные. И я очень хочу, чтобы они все, независимо, это Лида, который полчетвертого сейчас, ей три с половиной. Даньке будет два, Валерке 26 и Ваньке 14. Он уже ведь музыкант. Да, ну так, они играют, да. Ну что, как играют? Ну нормально они играют, да. Я считаю, что как в старинные времена, музыка, особенно девочкам, должна прививаться. Они должны уметь. А для пацанов это вообще кайф. Вы представите, вот идет парень с девушкой познакомился, сел где-нибудь. Мама, ууу. А если еще и напел, все, она его, правильно? Внутренне. Поэтому заставлять заниматься, чтобы это стало их профессией, мне кажется, излишне. А вот сделать так, чтобы они были приобщены к музыке, это очень важно. А жизнь сама развернет. Я не люблю династии. Мне кажется, что вот эти династии столеваров, музыкантов, хоккеистов, они не совсем верные. Потому что можно испортить жизнь. Потому что я, например, свою жизнь без музыки не представляю. А дети мои могут стать кем угодно и жить без музыки. Но знать ее, любить и чего-то уметь они должны. Вот мы про гены сейчас говорим. Таланту унаследовал кто-нибудь? Из них кто-нибудь проявляет способности? Я пока не могу сказать по Даньке, по маленькому. Потому что он унаследовал талант. Нет, а как он слушает музыку? Он если съест тарелку борща и видит, что я ем, он кричит борщ и доедает мою. Пока у него только этот талант нарисовался. А что касается Лидии, она поет все песни. Вот на «Битве хоров» мы делаем песню «Нежность». Она поет «Опустела без тебя, Азия». Да, вот эту самую «Нежность» есть «Три топли на плющике». Я считаю, величайшая песня. Вот для меня это одна из самых красивых песен на планете. Это Пахмутова? Да. Она слышит, как я ее в интернете там скачиваю со студии, говорю, добавьте этого, этого, этого. Она слышала там три-четыре раза. Она делает так «Опустела без тебя», и она уже знает ее наизусть. Ну, старшие они, да, они играют, играют там рок на гитаре, хотя профессия у него другая, он работает налоговой. Но это не мешает ему играть на гитаре. То есть это у него хобби? Я думаю, что на самом деле это выбор. Нет, это хобби. Коль скоро мы уже упоминали Градского, я с ним как-то вот в этой студии, мы поспорили относительно того, что важнее в музыке. Важнее вот профессионализм, то есть мелодия, красивые стихи, или важнее какая-то искренность, экспрессия, то, что называется слово «месседж». Вот что является залогом успеха? Вы знаете, кому что помогает? Я считаю, что... Что дробушек помогает? Не знаю. Я иногда считаю, что образование мне мешает. Потому что говорить о тональностях второй степени Роства, как терский арт-аккорд перешел в квинсекст, как прерванный каданс, это субдоминанта, там, доминанта, это все иногда мешает. Я иногда смотрю, как Цой, просто разбираясь, сочинял песни. Никак, мне кажется, без всякого образования... Вот мы про Цой с ним, про Цой мы с ними спорили. Понимаете, я считаю, что мне иногда хочется быть внутренне Цоем, чтобы забить вообще на все, и просто вот у тебя легла рука так. А так можно или нельзя, ты никогда об этом не подумаешь. Я иногда... Я восхищаюсь людьми без образования. Я считаю, что было много величайших людей, которые не имели никакого музыкального образования, но дали миру очень много такого крутого материала, который не дали люди с образованием. Хотя отвергать образование глупо, мне оно иногда очень сильно помогает. А иногда мешает. Поэтому я считаю, все это вдохновение и вообще все это рыбалка. По большому счету, сиди и жди, когда тебе оттуда придет. Ну что ж, спасибо за все. Я надеюсь, мы увидимся еще раз уже. Да, с удовольствием, это коротенько. Ксюшу мы пристроим, к тому времени у нас будет другая кошка. Ксения и Викторовна Дробыш. А разговор мы продолжим, да. Ксения Дробыш у нас, я считаю, что определилась. А я еще не определился относительно вывода, поэтому думаю, что нам надо будет поговорить еще. С удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...